Мытищенко Евгения Евсеева находится на восьмом месяце беременности. Для девушки эти роды будут уже вторыми. В школу для будущих родителей она пришла, чтобы вспомнить, как правильно заботиться о новорожденном. Занятия здесь проходят каждую неделю, а тему поднимаются самые разные. Первые роды были давно уже, и вторая беременность, я фактически воспринимаю ее как первую. Я думаю, что нужно восстановить все знания. Мне очень понравился тот подход, что даже после оперативного лечения все равно мама находится с ребенком в одной палате. То есть это сразу же контакт после родов идет с ребенком. Например, сегодня будущие мамы обсуждают, как создать комфортную среду для малыша, который родился путем кесарево-сечения. Мама нечего стоит, что проводит сиденье и больно, но она сознание и понимает, что проводится операция. И когда провели операцию, когда ребеночка уже преподнесли, показали, она может его поцеловать. На занятиях врачи Матищинского роддома стараются донести информацию простым и доступным языком, чтобы было понятно каждому. На школу будущих родителей мы всегда советуем приходить, чтобы как раз-таки маму с папой подготовить к тому, что их может ожидать после родов. Они готовятся к родам, и это все прекрасно. Но когда рождается малыш, они не знают, что с ним делать. Базовые знания родители получают на каждом уроке. Например, как правильно пеленать малыша, чтобы не повредить его хрупкий организм. Дальше мы обязательно надеваем распашонку. Вот здесь есть два способа. Вы можете себе распашонку заранее расстелить, подготовить для малыша, либо надевать уже как положить. В пеленании участвуют все желающие, практикуются прямо на месте. Для этого они используют куклу. Но это не единственный способ получить важные знания. Мы поддерживаем наших уже родивших мам и пап, в плане, что с мамой. Они могут обратиться в чат родов-мытищах и задать интересующий вопрос. Они получат всегда ответ. Школу для будущих родителей могут посетить не только мамы и папы, но и те, кто только планирует малыша. Чтобы вступить в чат родов-мытищах, вы можете найти его в поисковой системе, либо отсканировать QR-код. В группе можно ознакомиться с расписанием предстоящих занятий. Светлана Покровская, Вадим Воробьев. Первый мытищинский.